Окружающий нас мир с его флорой и фауной скрывает в себе больше тань, чем может представить себе большинство из нас. Начиная от неисследованных морских глубин, заканчивая верхними слоями атмосферы, нас окружают живые существа, поражающие своим разнообразием и приспособлениями к жизни в самых разных условиях. Однако, очень часто то, что вызывает удивление и недоумение, те организмы, которые мало изучены, оказываются у нас прямо под ногами. Прогуливаясь по лесу в теплое время года, можно обнаружить необычные структуры на поверхности гнилой древесины, листовом опаде и коре. Как правило, они привлекают нас яркими теплыми цветами, желтым или оранжевым. Их называют миксамицеты. Это, на первый взгляд, сложное слово состоит из двух корней. Микса означает слизь, амицеты – грибы. Их относят к экологоморфологической группе с более понятным и говорящим названием – слезевики. Миксамицеты знакомы людям с древних времен. Для некоторых из них имеются народные названия, которые дошли до нас из глубины веков. Например, стамонитис оксифера на Руси называли волосы. Ликогола эпидендрум из-за своей яркой окраски и ярко-рыжей цитоплазмы, вытекающей из поврежденных спороношений, назвали волчье молоко. Муцеляга-крустация в европейской части России называют пеночка. На Руси была легенда о муравьином масле. Она гласила, что иногда из муравейников начинает выделяться желтое масло, которое можно использовать при боли в спине или для восстановления волос. На самом деле, это масло – незрелые плазмодии фулигосептика, которые могут питаться бактериями внутри муравейников, а перед формированием спороношений выползают на поверхность. Такие народные названия для миксомицетов существуют не только в России. Например, ретикулярия ликопердон мексиканские индейцы называют кака де луна или испражнение луны. Существуют данные этнографов, которые показывали, что незрелые спороношения этого вида в Мексике собирают, жарят и едят на лепешках-тортильях. Миксомицеты редко попадают в поле зрения обычных людей. Однако были случаи, когда их массовое развитие вызывало настоящую панику. В середине 1950-х годов в Соединенных Штатах Америки наблюдалось массовое развитие плазмодиев фулигосептика. Такие плазмоди могут достигать нескольких десятков сантиметров в диаметре. Такие гиганты выползали на газон, чем приводили в замешательство их обладателей. Попытка справиться с ними при помощи садового шланга и сильной струи воды, естественно, приводила только к увеличению их числа. На помощь напуганным домохозяйкам приходили специально обученные люди, которые за не вполне умеренную плату, снимали весь газон и делали новый. Мимо такого стихийного бедствия не могла пройти и голливудская киноиндустрия. В 1958 году был снят фильм ужасов под названием «The Blob» или в русском переводе «Капль», в котором за людьми гонялась некая субстанция из космоса, больше похожая на клубничный джем. Надо отметить, что по этому фильму было снято еще два ремейка – в 1972 и в 1988 году. Также нечто подобное появилось в более известном фильме «Охотники за привидениями 2», в котором разумная розовая слизь перемещалась по системе канализации и накапливала в себе отрицательные эмоции жителей города. В этом фильме мы расскажем вам о жизни этих замечательных организмов, которые практически неизвестны широкому кругу любителей природы. Первое известное нам научное упоминание миксамицетов было сделано Томасом Панчковым в его книге, которая была опубликована в 1654 году. Он зарисовал спороношение видов рода ликогола. Основатель современной систематики и номенклатуры Карл Линей отнес миксамицетов к грибам-дождевикам. Ликогола эпидендрум он описал как Ликоперден эпидендрум, а Арцирия денудата как Клатрус денудатус. Согласитесь, что обе пары этих видов, не являющихся ближайшими родственниками, внешне очень похожи. Элиас Магнус Фрис в 1829 году, изучив строение плодовых тел миксамицетов, создал для них в пределах гастромицетов отдельное подсемейство миксогастерос, или слизистые дождевики. А уже через три года Генрих Фридрих Линг предложил выделить миксамицетов в отдельную группу миксамицетас, или слизистые грибы, отделив их таким образом от дождевиков. Загадка миксамицетов не оставляла исследователей. Так, в 1869 году русский ученый Лев Семенович Цинковский, ученик известного немецкого миколога Антона де Бори, наблюдал процесс формирования крупных слизистых образований у миксамицетов из отдельных мелких клеток. Такую структуру он предложил назвать плазмодией. Интерес его учителя Генриха Антона де Бори к миксамицетам не ослабевал, и в 1887 году он выступил с утверждением, что между грибами и миксамицетами существует лишь внешнее сходство. Он доказал сходство миксамицетов с амебоидами простейшими и предложил вынести их в царство животных, дав им новое название мицетозоа, или грибы-животные. Интересно, что морфологическое сходство с проношением миксамицетов и грибов настолько велико, что практически до недавнего времени можно было слышать от профессиональных микологов, что миксамицеты являются обособленной группой в пределах грибов. Эту ситуацию полностью переломило построение в начале 21 века филогенетической системы органического мира. Но это тема отдельного рассказа. Итак, что же удалось узнать Генриху Антону де Бори о жизни и развитии миксамицетов? Споры миксамицетов обычно гаплоидные и довольно крупные. Их размер может варьировать от 4 до 25 микрометров в диаметре. Они достаточно редко не имеют орнаментации. Обычно они покрыты шипиками, бородавочками, мелкой или крупной сети. Все это необходимо для лучшего распространения по воздуху. Этому также способствует их гидрофобность, то есть несмачиваемость водой. Таким образом, когда капля воды попадает на спороношение, споры разлетаются в разные стороны на очень большие расстояния. Из споры при благоприятных условиях влажности выходит круглый протопласт, из которого, как правило, быстро формируются две зооспоры. У разных форм прорастание возможно одиночной зооспорой, либо сразу несколькими, до восьми. Таким образом, из протопласта образуется либо клетка со жгутиками, зооспора, либо амебоидная клетка, перемещающаяся при помощи псевдоподиев, миксомеба. Существует переходная стадия, мастигоамеба, представляющая собой клетку, перемещающуюся при помощи псевдоподиев, но при этом имеющую жгутики. Основной пищей для миксомицетов служат бактерии. При неблагоприятных условиях амебы и жгутиковые клетки могут покрываться плотной полисахаридной оболочкой и переходить в покоящуюся стадию. Спустя некоторое время одноклеточные особи переходят к половому процессу. У миксомицетов, как и у грибов, часто наблюдается явление гетеротализма, то есть раздельной полости, когда сливаться могут только определенные особи в популяции и лишь в определенных комбинациях. За полу миксомицетов отвечают мат-A локусы в митохондриях, которые могут быть мультиаллельными. Таким образом, у миксомицетов может быть не два, а десятки разных типов спарива. Диплоидные клетки могут сливаться друг с другом, формируя одну огромную клетку. Увеличение размеров плазмодия связано с увеличением числа ядер. Оно может происходить посредством сползания маленьких плазмодиев и одноядерных диплоидных клеток к одному центру, либо за счет множественных делений ядер. Интересно, что этот процесс в плазмодиях синхронизирован. Экспрессия белков, индуцирующих процесс деления ядра, происходит во всех частях плазмодий сразу. В результате ядра находятся внутри всего огромного плазмодия на одной и той же стадии клеточного цикла. Плазмодий, как эзооспоры, обычно живут в лесной подстилке и могут достигать больших размеров. Если мы посмотрим на плазмодий в лесу, нам покажется, что он неподвижен. Однако, используя технологию цейтраферной или таймлапс съемки, можно увидеть, что они перемещаются. Существует несколько типов плазмодиев. Протоплазмодий, фанероплазмодий и афаноплазмодий. Наиболее крупные фанероплазмодии. Они ярко окрашены, вокруг цитоплазматических тяжей есть полисахаридный чехол, и при перемещении они очень характерно пульсируют. Такое явление называют ритмичными токами цитоплазма. Дело в том, что цитоплазма сначала движется по тяжам в одну сторону, затем останавливается и начинает перемещаться обратно. Причем периодичность этого явления может меняться в зависимости от физиологического состояния плазмодия. Возникновение таких токов объясняется тем, что цитоплазматические тяжи крест-накрест покрыты белками, близкими по своим функциям к актин-миозиновому комплексу. Для того, чтобы понять, как это работает, давайте посмотрим на механизм работы перистальтического насоса. Перистальтические насосы, как правило, используются для перекачки различных жидкостей. Принцип действия его работы основан на передавливании эластичной трубки какими-либо жесткими элементами, например, катящимися по окружности роликами, которые проталкивают жидкость в определенную сторону. Таким образом, в данном случае насос представлен эластичной трубкой, роликами и основанием, к которому ролики прижимают трубку, сужая ее проходное сечение. Здесь можно заметить, как подкрашенная жидкость перемещается из одного сосуда в другой. Интересно, что в большинстве перистальтических насосов можно изменять направление движения жидкости. Примерно то же самое происходит и в теле плазмодии, когда цитоплазмы движутся сначала в одну, а затем в другую сторону. Фанеры плазмодии, благодаря крупным размерам, чаще всего обнаруживают при работе в полевых условиях. Благодаря развитому слизистому чехлу, представители, обладающие таким типом плазмодия, могут длительное время не пересыхать даже на поверхности субстрата. Афаноплазмодий, как и фанероплазмодий, также является макроскопическим. Его перемещение не связано с наличием ритмичных токов цитоплазмы. Просто происходит выпячивание определенных фрагментов клетки, а за ними других. Таким образом и происходит изменение его форм. Афаноплазмодии не имеют развитого слизистого чехла. Кроме того, перед формированием спороношения они создают своеобразную так называемую коралловидную стадию, когда плазмодий начинает фрагментироваться и образуются отдельные шарики, которые соответствуют отдельным спороношениям. Протоплазмодий обладает очень маленькими размерами, в нем отсутствуют ритмичные токи цитоплазмы, и он не бывает ярко окрашен. Из-за того, что протоплазмодии, так же как и афаноплазмодии, не имеют слизистого чехла, они выползают на поверхность только непосредственно перед формированием спороношения. В большинстве случаев миксамицеты на стадии плазмодия практически незаметны. Это объясняется тем, что плазмодии обладают отрицательным фототаксисом, то есть они прячутся от солнечного света. Чтобы в этом убедиться, давайте поставим следующий опыт. Мы накроем половину чашки Петри светонепроницаемым материалом так, чтобы половина плазмодии находилась на свету, а половина в тени. Через некоторое время мы обнаружим, что весь плазмодий переместился в тень под светонепроницаемый материал. При этом у плазмодиев существует положительный трофо и гидротаксис, то есть они перемещаются туда, где много пищи и влажно. В отсутствии воды подвижность плазмодии уменьшается, в то время как если его смочить, то он начинает активно перемещаться. Большинство видов миксамицетов не могут существовать полностью погруженными в воду. Таким образом, если субстрат, на котором находится плазмодий, погрузить в воду, то плазмодий начнет из нее убегать. При этом описаны виды, например, дидимиум аквателя, которые могут проходить практически весь жизненный цикл в воде. При неблагоприятных условиях, например, недостаток воды или понижение температуры, плазмодий переходит в покоющуюся стадию. Они покрываются оболочкой из полисахаридов, и при этом у фанеры плазмодиев прекращаются ритмичные токи цитоплазмы и замедляется метаболизм. Такие покующиеся стадии называются склерозы. Они могут сохранять жизнеспособность в течение длительного времени. Спустя некоторое время плазмодий переходит к формированию спороношений. Причин для этого может быть довольно много. Основной причиной считается недостаток пищи. При этом с физиологической точки зрения организм проходит своеобразную точку невозврата, после которой отменить формирование спороношений уже невозможно. При этом таксис и плазмодия меняются на обратную, то есть он выползает на поверхность субстрата по направлению к свету. Для формирования спороношений миксомицеты стараются выбирать наиболее сухие фрагменты субстрата. Более того, если после прохождения этой точки невозврата им предложить пищу, то они ее проигнорируют. Когда плазмодий окончательно выбирает место для формирования спороношения, он останавливается и у него прекращаются литничные токи цитоплазмы. В этот момент происходит редукционное деление или миоз и созревают споры, готовые к рассеиванию. Само по себе развитие плодовых тел может идти двумя путями. По субгипотолическому или эпигипотолическому типу. При эпигипотолическом типе часть цитоплазмы отделяется и формирует ножку, по которой поднимаются гомогенные массы, из которой будут формироваться споры. При субгипотолическом типе оболочка спорангия формируется из тех же частей плазмодия, что и ножка. В результате из плазмодия формируется спороношение, несущее под оболочкой гоплоидные споры. Все многообразие спороношений сводит к 4-5 типам. Лучше всего это можно объяснить, используя аналогию с тестом и колобками. Представьте, что вы собираетесь испечь колобков. Вы готовите дрожжевое тесто, нарезаете его, а затем начинаете формировать из получившихся фрагментов плотные валики. Такие валики могут лежать по одиночке или формировать сетчатую структуру. Аналогичное спороношение формируется и у миксомицетов. Так на поверхности субстрата формируются удлиненные, иногда сетчатые структуры. Их принято называть плазмодия карпа. Теперь представим, что вы нарезали тесто на фрагменты и сделали из них шарики. Аналогичный тип спороношения есть и у миксомицетов. Такие шарообразные образования на поверхности субстрата называют споранги. Очень часто для наиболее эффективного рассеивания спор споранги приподнимаются над землей на ножки, которая может быть очень короткой или в разы превосходить диаметр споранги. Теперь представим такую ситуацию. Вы налепили колобков и положили их на противень. Поставили противень в духовой шкаф, но забыли его включить. Тесто было дрожжевое, и оно довольно быстро поднялось. В результате колобки слиплись своими боками. Именно такой тип спороношений называется псевдоэталь. Когда споранги формируются настолько близко друг к другу, что невозможно отделить один от другого без механического повреждения. Но при этом вы можете посчитать, из какого числа споранги образовано ваше спороношение. Ну и наконец представим себе, что вы весь день лепили колобков. Это занятие, как и любой другой монотонный труд, вам быстро надоело, а потом вызвало вспышку неконтролируемого гнева, в ходе которой вы сгребли все колобки в кучу и хорошенько их отдубасили. В итоге получилась масса, образованная из множества колобков. Однако отделить один от другого не представляется возможным. Более того, вы даже не можете посчитать, из какого количества колобков сформирована ваша масса из теста. Такой тип спороношений называется эталии, и они могут достигать очень больших размеров. Например, Брефельдия максима может быть до 80 см в диаметре и весить несколько сотен грамм. Для миксомицетов была разработана терминология, описывающая морфологию спороношения. Давайте рассмотрим ее на примере спорангия на ножке. Спорангий покрыт оболочкой, которая называется периди. В основании спорангия присутствуют остатки плазмодий в виде тонких пленочек. Такая структура называется гипотаулус. От него наверх отходит ножка, которая продолжается внутри спорангия в виде колонки. Внутри спорангия присутствуют структуры вакуолярного происхождения, которые называются капеллицей. Он может быть очень разнообразно устроен и является одним из основных таксономических признаков. Считается, что основной функцией капеллицы является, во-первых, выведение жидкости из спорангия в процессе созревания, из-за чего на поверхности зреющих спороношения выступают капли эксудата. Во-вторых, разрыхление споровой массы. И в-третьих, поддержание формы спороношения до рассеивания спор. Однако, следует отметить, что существует довольно много видов, у которых он полностью отсутствует. Таким образом, перидий, колонка, капеллицы и споры образуют спорангий. Экологическая роль миксомицетов очень важна. Это одна из доминирующих групп почвенных простейших, что было показано при изучении продукции почвенной РНК. Плазмодии редко подвергаются воеданию. А вот созревающие и полностью созревшие спороношения могут быть пищей для жуков, слизней, а некоторые насекомые используют спороношение как убежище. В этом видео мы только начали знакомство с удивительным миром миксомицетов. Если вы хотите узнать о методах их изучения и об экологических группах, ставьте палец вверх и подписывайтесь. Ждем ваших отзывов о фильме в комментариях. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok